Если сократить все человечество до деревни в 100 жителей, принимая во внимание все пропорциональные соотношения, вот так будет выглядеть население этой деревни. 57 азиатов, 21 европеец, 14 американцев северных и южных, 8 африканцев, 52 будут женщинами, 48 мужчинами, 70 не белыми, 30 белыми, 89 гетеросексуальными, 11 гомосексуальными. 6 человек будут владеть 59% всего мирового богатства и все 6 будут из США, у 80 не будет достаточных жилищных условий, 70 будут неграмотными, 50 будут недоедать, 1 умрет, 2 родятся, у одного и только у одного будет компьютер, 1 и только 1 будет иметь высшее образование. Если посмотреть на мир с этой точки зрения, становится ясно, что потребность солидарности, понимания и терпимости образования очень высока. Подумай об этом, если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели. Если ты никогда не переживал войну, одиночество, тюремное заключение, огонь, упыток или голод, ты счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире. Если ты можешь пойти в церковь без страха и угрозы заключения или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если в твоем холодильнике есть еда, ты одет, у тебя есть крыша над головой, в постель, ты богаче, чем 75% людей в этом мире. Если у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире. Кто-то когда-то сказал, работай, как будто тебе не надо делать, люди, как будто тебе никто никогда не причинял боль. Танцуй, как будто никто не видит, пой, как будто никто не слышит, живи, как будто на земле рая.